Друзья, всем привет! С вами Роман Никитин и я рад, что у нас начался новый сезон и наконец-то будет много роликов, будет много тем. Я надеюсь, что в этом сезоне мы будем очень регулярны и в целом будем выпускать ролики, ну, каждую неделю как минимум. А сегодняшняя тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это топ-7 локаций, где нельзя, где вообще в целом нельзя и, конечно же, не стоит открывать свою кофейню. Тема очень важна и, наверное, очень популярна не просто потому, что место решает очень многое, но и в целом это та ошибка, которую новичок в бизнесе, особенно в кофейном бизнесе, да и в целом на самом деле в любом бизнесе допускает в первую очередь. Он выбирает не ту локацию. Очень сложно, когда ты выбрал локацию, переместиться через нее, поняв, что она неправильная. Поэтому лучше быть уверенным в том, что это место на 100% ваше место. Мы уже обсуждали на нашем канале ролики и темы о том, где лучше всего открываться. Здесь же я хочу пройтись по тому, где вообще никогда не стоит открываться. Номер один, это, наверное, локация на очень тихой улице с отсутствием какого-то любого хаотичного трафика. Скажу очень попсово и, наверное, вы сами это прекрасно знаете, но кофейня живет на трафике и если его нет, то, конечно же, денежек нет. К примеру, бар можно открыть в любом месте, фактически там, где даже нет локации. Если вы делаете интересный концепт, то на этот концепт плюс, конечно же, маркетинг могут пойти. А с кофейней, если мы говорим о классической кофейне, такого, ну, такого невозможно. В любом случае есть такая история, когда вы можете сделать что-то абсолютно необычное, неординарное. И на это, да, люди могут пойти и тут же надо будет добавить, конечно, еще очень сильный маркетинг к этому. Но если и зачастую у всех кофейн, практически у всех они работают на трафик, нет чего-то такого прям суперсверхординарного, зачем бы хотелось ехать, я не знаю, на другой конец города, куда-то в какие-нибудь, я не знаю, подвалы, то лучше так им делать. На самом деле даже у нас в Ижевске, к примеру, очень популярная одна кофейня открыла свою дополнительную точку в очень тихом, уютном дворике, в таком, знаете, где практически нет трафика, и в итоге мы через несколько, через некоторое время выкупили эту кофейню под наш крафтовый бар. К сожалению, неудачная история, но хороший пример. Номер два, дальше идут у нас старые спальные районы, наверное, вы с такими знакомы. Низкий процент нашей целевой аудитории, а также очень низкая покупательная способность, конечно же, ни к чему хорошему не приведут в кофейне однозначно. Очень часто люди цепляются за эти помещения, потому что там достаточно дешевая аренда, но это, конечно же, уловка. Какая бы дешевая аренда ни была, зарабатывать там порой очень сложно. Исключение здесь может быть только в том случае, если вот этих старых районов, где-то рядом строятся новые большие ЖК с густой населенностью, тогда, конечно же, стоит об этом подумать и не забывать про маркетинг. Номер три, это гипермаркеты и супермаркеты. Я знаю, звучит очень странно, ведь там дикий-дикий трафик, и вам бы казалось, что там все пойдет супер. Но на самом деле, к сожалению, в большинстве случаев, как говорит наша уже практически двенадцатилетняя практика, нет. Тот трафик, который идет, его можно делить смело на пять, потому что до кофейни они фактически не доходят. А еще очень важно, что внутри таких супермаркетов, гипермаркетов очень часто есть супер дешевый кофе. Зачастую там располагаются не совсем удачные, хорошие кофейни, а довольно дешевые, довольно доступные и с очень дешевым продуктом. Ну и в целом, вы, наверное, сами не вспомните, когда видели что-то хорошее и классное в таких локациях. Потому что сейчас очень много появляется кофейн самообслуживания, которые очень сильно забирают к себе трафик за какие-нибудь там 80-100 рублей. И тяжело получается, понятно, что у них посредственный продукт, понятно, что вы можете готовить гораздо лучше, и у вас будет барист, и у вас будет коннект с гостем. Но порой сложно именно в этом трафике гипермаркетов и супермаркетов забрать людей к себе. Номер четыре это торговые центры суперэконом и эконом-сегмента. Обычно там стоят, так же, как и в супермаркетах, гипермаркетах, не совсем такие, так скажем, наши кофейни, нашей целевой аудитории. Плюс там все вот в этих венинговых аппаратах, в худшем случае это совсем старый венинг, в каких-нибудь пластиковых стаканчиках за 30-40 рублей кофе. В более адекватном случае это венинг нового поколения, где там 80 рублей, и ты получишь уже что-то более-менее похожее на вкус бариста. Но, опять же, не совсем это так. В таких местах, к сожалению, решает не качество приготовленного кофе, а именно целевая аудитория. И в большинстве случаев им не нужен хороший продукт. Номер пять, и куда обычно любят новички вставать и потом разочаровываться, это правда так, как бы удивительно это ни звучало, это промышленные зоны. Очень часто я слышу то, что там большие потоки людей, большие трафики на машинах, даже иногда пешие бывают. И говорят, что я точно заманю этих людей к себе, они у меня будут брать кофе, будут себя чувствовать окей. Но на самом деле этим людям наш кофе не нужен. Они не готовы платить за него в целом деньги, там больше, не знаю, каких-нибудь 50 рублей. Номер шесть, это локации, где уже очень много конкурентов. К примеру, на одной какой-нибудь небольшой улице находится 6-7 кофеен. Ну и реально, там очень сложно выживать, там надо прям постоянно бороться за жизнь. Бывают редкие исключения, бывают исключения еще от опытных людей. Но в целом, если вы новичок в этом бизнесе, то такую локацию я вам однозначно не советую, потому что, ну, это правда, получается борьба за выживание. Редким исключением бывает, когда вы открываете что-то очень концептуальное, интересное, но туда надо прийти, ну, то есть надо к этой концепции прийти, очень надо постараться. И опять же, я очень люблю повторять, но это правда, без маркетинга там делать точно нечего. Ну и номер семь, это уже такой заключительный, заключительная цифра, это рынки. И как бы удивительно, опять, есть люди, которые хотят там открываться, и я вас хочу отговорить от этих мест. Думаю, вы и сами понимаете, что специфика этих мест, людей, которые там гуляют, она не направлена на то, чтобы люди покупали кофе дороже 100 рублей. В целом, я хочу сказать, что тут повторяется та же самая история, где человек из супер-гипермаркета не хочет платить большие деньги за кружку кофе, он уже привык, что 30-50 рублей, и у него все будет окей. Это самые основные ошибки, которые я вижу в местах, я очень часто получаю вопросы, где лучше открыть, как лучше открыть, ребята скидывают мне всякие разные свои, так скажем, наработки, анализы мест. И вот я сделал небольшую выборку, решил поделиться с вами, и вот что из этого получилось. Поэтому я надеюсь, вам это видео поможет. Пожалуйста, не забывайте про эти 7 мест, в которых лучше не открываться, дабы избежать преждевременного закрытия и в целом разочарования в этом прекраснейшем бизнесе. А если у вас есть, ребятки, места в голове, куда тоже, по вашему мнению, не стоит соваться, напишите, пожалуйста, их в комментариях внизу. Я буду очень рад прочитать, это будет полезно. И большое спасибо, что смотрели. Увидимся в новых роликах. Пока!